и всем привет меня зовут лена крупина под последним видео мне написали очень крутой комментарий про то о чем я даже не задумывалась рассказывая о том что меня беспокоит в российской гимнастике так девушка написала что складывается ощущение что в россии с гимнастикой все плохо но конечно же это не так да у нас есть некоторые проблемы и многим не нравится куда движется гимнастика но это не значит что все плохо просто лично я переживаю что мы в некоторых местах делаем акцент не на то поэтому сегодня я порассуждаю что мне нравится в гимнастике россии и когда я думала на эту тему я поняла что по факту в россии сейчас есть потрясающая организация как небесная грация которая на мой взгляд делает очень много интересного именно для популяризации гимнастики и сразу развеивая ваши мысли нет это не реклама и никто мне за это не платил к сожалению так тема который меня беспокоит больше всего когда говорят о популяризации это трансляции так на турнирах которые организовывают академии алины кабаевой всегда есть бесплатная трансляция у нас есть традиционный турнир небесная грация и там всегда потрясающая трансляция с разных камер из кучи интересных находок по интервью гимнасток а также по графике и приглашенным гостям также недавно прошел турнир похожий на небесную грацию но только назывался он игры стран там тоже не было проблем с трансляциями все было бесплатно и для всех в целом когда есть хорошая трансляция у турнира это сразу плюс 100 баллов к любви к организаторам ну и наверное в противовес большому количеству стран где есть трансляции в той же украине также почти никогда не бывает трансляции больших соревнований после чего у фанатов тоже появляется много вопросов к распределению мест но все же хотелось бы чтобы в россии тянулись к тем кто бесплатно показывает турниры и на мой взгляд это важно также я восхищаюсь соц сетями академии небесной грации как они открыто ведут свою деятельность юные гимнастки академии дают интервью как взрослые рассказывают о каких-то вещах которые связаны с их жизнью в спорте тренеры приоткрывают какие-то гимнастические тайны и также дают и всякую полезную информацию которая будет актуальна для всех вот что значит для меня популяризация гимнастики в общем я очень благодарна за такую открытость мне кажется это вдохновляет очень многих гимнасток также помимо своих соц сетей от небесной грации каждую неделю выходят выпуски на матч тв о гимнастике естественно я как-то в телеграм-канале даже делала подборку и обычно они очень интересны но опять же заглянуть за кулисы выступательного ковра всегда интересно безумно люблю когда в россии приезжают топовые гимнастки беларуси алина горноського анастасия саллас и елизавета зоркина причем приезжают они обычно на турнир евгения кап в омске на турниры небесной грации или на какие-то совсем рядовые соревнования учитывая что гимнасток беларуси мы сейчас не видим на мировой арене то конечно каждое их выступление и приезд в россию это праздник хотя в беларуси проходят и свои турниры с бесплатными трансляциями так что за девочками можно следить постоянно но думаю здесь больше здорово для тех гимнасток которые выступают в тех же турнирах что и белорусские сборные так они могут с ними пофоткаться и взять автограф также с введением запрета на выступление гимнасток россии беларуси на мой взгляд очень здорово что большие соревнования стали кочевать по городам россии раньше мы часто жаловали что только московским гимнасткам везет и они могут видеть звезд российской сборной сейчас же в этом плане политика поменялась очень сильно и соревнования проходят в разных городах что я думаю определенно нравится гимнасткам из других регионов по себе помню что выступать на одном ковре с гимнастками сборной россии это особенное чувство и когда ты на разминочном ковре с ними где-то пересекаешься у тебя будто бы появляется больше мотивации и любви к своему спорту но и также это большой опыт и получение знаний когда ты можешь посмотреть сколько тренируются лидеры какие у них проходят разминки в общем такие турниры я считаю определенно помогают гимнасткам из регионов развиваться быстрее также запрет помог и в том что лидеров россии мы стали чаще видеть на турнирах внутри страны если вспомнить времена еще до пандемии то была редкость чтобы лидеры сборной страны выступали на внутренних турнирах помню были года что они и вовсе не выступали отдавая приоритет турнирам фиш а мы тогда обсуждали насколько это несправедливо что в сборную страны и лидеров отбирают не по спортивному принципу сейчас все конечно же не так гимнастки сборной россии выступают чуть ли не каждый месяц в россии и в разных городах так что постоянно доказывает свое место в сборной россия по-прежнему остается кладезью талантливых гимнасток причем не только для сборной россии но и для других сборных мира вспомнить последний чемпионат мира и сколько там выступала гимнасток которые родились в россии или как-то с ней связаны даже последняя чемпионка мира из россии хоть и представляла германию так что этого у россии не отнять у нас огромная страна и на всей ее территории воспитывают огромное количество невероятно крутых спортсменок кто-то допивается попадания в сборную страны а про кого-то мы можем даже не услышать но определенно на любой вкус найдется гимнастка даже для искушенного фаната нашего вида спорта конечно всем им сейчас не хватает международных турниров но к сожалению это уже зависит не от них я лично к постоянным концертом с участием наших гимнасток не питаю стопроцентной любви я тут монтирую и подумала что важно добавить что мне не нравится концерт и по большей части только из-за того что мы видим кусочки упражнения гимнасток они настоящие постановки сделанные специально для показательных выступлений потому что когда мы видим показательные выступления это прям очень круто но знаю что есть большое количество людей кто от них в восторге так что тоже думаю большой плюс в российской гимнастике что из обычных гала-концертов показательные выступления переросли в настоящие концерты купальники россия по-прежнему остается законодателем моды и одной из стран где шьют огромное количество невероятно красивых купальников у нас большое количество крутых мастерских много одиноких мастеров которые создают шедевры причем не только для гимнасток россии мы знаем и следим что и на мире выступают в творениях наших мастеров я делаю об этом даже постоянно посты в телеграм-канале конечно бывают и неудачные купальники на наш вкус но как я часто говорю что не красиво для одного для другого может быть самым красивым на свете есть еще один момент за который я благодарна это за формирование комиссии который следит за соблюдением правил и выполнение нормативов для разрядов я еще не интересовалась как она работает на самом деле и реально ли она помогает но с чем я точно сталкиваюсь так это со страхом того что кто-то отправит видео на эту комиссию и ему прилетит так что в некоторых регионах точно стало лучше но комиссия как минимум в этом помогает будем надеяться что на местах все беспорядки в скором времени прекратятся по крайней мере я очень на это надеюсь но и после ситуации с лишением мастера спорта гимнастки которая его получила не выступив на соревнованиях я определенно живу с надеждой что в нашей федерации действительно хотят наладить всю систему по крайней мере стараются ну и конечно я безумно рада что в нашей стране этот вид спорта максимально популярен и я очень рада что наконец-то начали развивать любительское направление в художественной гимнастике думаю что мы как-нибудь доберемся до соревнований или тренировок и обязательно узнаем поподробнее что на сегодняшний день есть для тех кто опоздал или для тех кто закончил и продолжает заниматься для себя ну а вы обязательно пишите в комментариях что вам нравится в российской художественной гимнастике уверены комментарии читать будет очень интересно но и помните что я вас всех очень сильно люблю увидимся в следующем видео и пока пока